Добрый вечер! В эфире Дагилтв итоги дня. Мои коллеги Ямарина Хрусталёва готовы рассказать о событиях четверга. 1 февраля стартует прием заявлений в первые классы. Новшество этого года – преимущественное право зачисления детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства в одно образовательное учреждение. В Свердловской области появится карта видеокамер. Она поможет искать пропавших людей. Ее составлением занимается поисковый отряд «Лиза-Алерт». Вечер памяти из Ивысоцкой прошел в Нижнем Тагиле. В кинотеатр «Красногвардеец» приехали друзья, знакомые, а также родственники заслуженной артистки России. Госдума одобрила поправки в Конституцию в первом чтении. Голосование было единогласным. Напомним, Владимир Путин внес законопроект о поправках в Конституцию России 20 января. Предлагается убрать слово подряд из статьи о президентских сроках, запретить госслужащим иметь иностранное гражданство, сократить число судей Конституционного суда, закрепить регулярную индексацию пенсий и приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. В апреле Кремль планирует провести всероссийское голосование по изменению основного закона России. 1 февраля стартует прием заявлений в первые классы. Новшество этого года – преимущественное право зачисления детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства в одно образовательное учреждение. Это право преимущественно и оно никак не связано с закреплениями за школами микрорайонов. То есть братья и сестры поступают у нас независимо от того, закреплен адрес за школой или адрес за школой не закреплен. Чтобы воспользоваться преимущественным правом зачисления детей в одну школу, нужно предоставить паспорт родителя либо законного представителя, свидетельство о рождении детей, а также справку, подтверждающую общее место проживания. В этом году в Нижнем Тагиле ожидается 4800 первоклассников. Это на 200 больше, чем в прошлом. Подробнее о правилах подачи заявлений можно узнать на сайте Управления образования администрации города. Два пожара произошло сегодня ночью в Нижнем Тагиле. Одно из возгораний на улице Грибоедова в муниципальной пятиэтажке на площади 1 квадратный метр горел мусор. Огнеборцы справились с пожаром в течение трех минут. В ходе предварительного расследования было установлено, что с согласия жителей дома в подвальном помещении был расположен пункт приема вторсырья. Неизвестный незаконно проник в здание, похитил денежные средства и поджег помещение. Вскоре преступник был задержан и доставлен в отделение полиции. Пламя повредило обшивку труб водоснабжения. Жильцы дома не пострадали. А вот пожар, который произошел часом позже, унес жизни двоих тагильчан. На северном шоссе горел киоск. Работники охраны, расположенные по соседству, увидели пламя. А позже услышали хлопок. Произошел взрыв газового баллона. Очевидцы вызвали огнеборцев. На место прибыли 9 единиц техники и 25 человек личного состава. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. В ходе тушения, разборки и проливки было обнаружено двое погибших – мужчина и женщина. Организована проверка личности погибших, и обстоятельства устанавливаются. В Свердловской области появится карта-видеокамера. Она поможет искать пропавших людей. Ее составлением занимается поисковый отряд «Лиза-Алерт». Идея заключается в том, чтобы собрать информацию о наличии камер на разных объектах – подъездах, магазинах, стоянках – и обращаться к их хозяевам за помощью при поиске. Либо люди идут и осматривают здания в поисках видеокамер, либо мы уже сразу знаем, что нужно позвонить такому-то человеку, спросить, и он либо сам предоставит доступ, либо нужно, чтобы к ним позвонил или зашел полицейский. Соответственно, это просто экономится время на поиске. А время поиска – это один из самых важных факторов. Поисковый отряд «Лиза-Алерт» разместил в социальных сетях опросник, в котором можно отправить информацию о камерах наружного наблюдения. Помочь в составлении карты может каждый. Как добиться успеха, где лучше всего отдыхать и как избавляться от стрессовых ситуаций? Об этом и многом другом рассказывают педагоги городского дворца детского и юношеского творчества на классных встречах. Подробности в сюжете Дениса Лаврова. Еще одна классная встреча прошла в городском дворце детского и юношеского творчества. В рамках проекта школьники получат уникальную возможность лично пообщаться с деятелями культуры, учеными, спортсменами, общественными деятелями, а также заявить о себе. Мне понравилась эта встреча, потому что я узнала больше о правилах дорожного движения. Мне понравилось поговорить с педагогом, задать какие-то интересные вопросы, на которые мне ответили. Мне бы, наверное, хотелось больше узнать о повседневной жизни педагога, потому что здесь все-таки говорили про профессию больше. Классные встречи – это один из ключевых проектов российского движения школьников, стартовавший в сентябре 2017 года. На его основе сотрудниками городского дворца детского и юношеского творчества был запущен собственный проект. В музее я работаю с 1 марта 2019 года, и мне очень хотелось организовать какой-то проект. Детей у меня своих нет в музее, поэтому совместно с Яной Николаевной мы решили организовать проект, который называется «ГДТЮ – флагман российского движения». Классные встречи. Мы запустили этот проект в сентябре. Встречи проходят раз в месяц. Каждый раз мы приглашаем кого-нибудь из наших педагогов, приглашаем школьников, которые входят в состав российского движения школьников. Педагоги городского дворца детского и юношеского творчества с удовольствием посещают классные встречи. Для них это не просто опыт работы с детьми. Это возможность рассказать о себе и поделиться полученным опытом с подрастающим поколением. Я очень волновалась, честно вам скажу, но ребята, мне кажется, очень заинтересованы были, очень внимательны, задавали вопросы. С ними я провела такой турнир «Гений дорог», где они отвечали на вопросы. Мне кажется, что встреча удалась, я получила удовлетворение. Денис Лавров, Михаил Корзняков, Павел Соложни, Новости ТГИЛ-ТВ. В художественном отделении Нижнетагильского социально-педагогического института прошло открытие выставки конкурса, посвященного юбилею уральского писателя Павла Бажова. Юные художники представили более 2000 работ, из которых на экспозицию попало только 58. Подробности в сюжете. В художественном отделении Нижнетагильского государственного социально-педагогического института прошел завершающий этап выставки конкурса, посвященного юбилею Павла Бажова. В экспозиции приняли участие 53 образовательных учреждения. Наша цель была привлечь внимание к творчеству Павла Петровича, чтобы дети как можно больше сказок прочитали. Ну а когда дети наполнятся какими-то знаниями, что-то новое, интересное о своем крае узнают, конечно, появляется такая потребность выразить свои знания. И мы предложили поучаствовать в выставках художественных работ на тему сказок Бажова. В образовательных учреждениях были проведены выставки. Жюри выбирало самые необычные и интересные работы. Так, из 2000 на экспозицию попало только 58. Факультет художественного образования, вот уже как 60 лет мы отметили, является центром художественного образования. Поэтому для нас важно принимать участие в жюри подобных выставках. И мы гордимся тем, что нам предлагают принять у себя эту выставку. В составе жюри преподаватели кафедры заслужены художники и кандидаты педагогических наук. Зрители, побывав на выставке, тоже могут повлиять на исход голосования. Результаты станут известны в конце месяца. Екатерина Лагвиненко, Вадим Мусков, Павел Сложенин. Новости Тагил ТВ. В Центральной городской библиотеке открылась выставка, посвященная Дню ручного письма. В витринах книги из фонда. Здесь можно увидеть письма Александра Пушкина, рассмотреть почерк Чехова и попробовать прочитать письма Бориста Пастернака Крильке, а также других известных писателей и художников. Кроме того, в экспозиции представлена коллекция ручек директора Дома Учителя Натальи Миханушиной. Коллекция моя началась совершенно случайно. Когда-то в 2000 году, когда в Нижнем Тагиле проходила первая выставка вооружений и военной техники, муж, работая на этой выставке, принес промо-набор. Календарик подарил сыну, дочери подарил блокнот с логотипом выставки, чтобы она дальше писала стихи, ну а мне, как педагогу, ручку. Через год повторилось все то же самое. Затем как-то появлялись ручки с его работы. Я посмотрела, они такие разные, они такие интересные. Сегодня день ручного письма, день почерка. И, зная мою коллекцию, ко мне обратились сотрудники Центральной библиотеки представить на выставку какие-то экземпляры. Здесь представлена небольшая часть моей коллекции, всего 288 штук. Выставка «Писать нельзя печатать» будет открыта в Центральной городской библиотеке до середины февраля. Талантливый музыкант, а теперь еще и блогер Александр Власов приехал в Нижний Тагил. Не один с ансамблем «Калинка». Творческий коллектив снимает музыкальную программу с балалайкой по селу. Подробнее в нашем следующем сюжете. Музыкой стал заниматься, отступил. Ну вот, скажите, вы же, наверное, не зря сюда с Бояна приехали, вы нам что-то исполните, да? С песнями и плясками по городам и селам Свердловской области Александр Власов с ансамблем «Калинка» путешествует с лета прошлого года. Побывали в Лёбихе, Арамиле, Шиловке, Горноуральском. На этот раз творческий коллектив приехал в наш город. Сегодня ансамбль «Калинка» съемочная группа приехала в Дом культуры железнодорожников имени Гагарина. В ансамбле «Калинка» вся семья Александра, жена и пятеро детей. В родном поселке Власовы держат большое хозяйство – огород, корову, кур. Находят время и на творчество. Не так давно появился свой канал на YouTube. На нём Власовы транслируют собственную программу с балалайкой по селу, которая уже насчитывает пять выпусков. Таких людей, вот таланты, это наша идея – ехать, ездить и раскрывать таланты. Во время визита в новый населённый пункт Александр знакомится с местными ансамблями и творческими коллективами, а затем рассказывает о них подписчикам. В русских народных песнях есть смысл. Смысл жизненный, что есть песни лирические, правильно, есть там частушки, страдания, например, есть плесовые мотания, много разного. Съёмочная группа работает профессионально. Несмотря на то, что программу собирают дома, а не на студии, качество материала нисколько не уступает телевизионным программам. В ближайший месяц у коллектива расписан буквально по дням. 8 февраля в Лёвихе состоится большой концерт, а затем Калинка посетит общество слепых Нижнего Тагила. Гармонист, гармонист играет, а душа, а душа страдает. Гармонист, гармонист смеётся, и сердечко своё забьётся. Полина Зорина, Александр Мешков, Павел Соложный. Новости Тагил-ТВ. Вечер памяти Изы Высоцкой прошёл в Нижнем Тагиле в кинотеатр «Красногвардеец». Здесь приехали друзья, знакомые, а также родственники заслуженной артистки России. Подробнее в репортаже Дениса Лаврова. В кинотеатре «Красногвардеец» прошёл вечер памяти, посвящённый актрисе Нижне-Тагильского драматического театра и первой жене Владимира Высоцкого Изи Высоцкой. Сегодняшнее мероприятие – это вечер памяти Изы Константины Высоцкой. Сегодня Изы Константины исполнилось бы 83 года. Данный вечер мы хотели провести ещё год назад, после того, как вышла книга «Изы Константины с тобой без тебя» в 2017 году, к её 80-летию. И по этой книге, собственно, был составлен сценарий. Сценарий был составлен при жизни Изы Константины. В основу сценария легла сама книга и воспоминания друга Высоцкого Владимира Акимова. Стихи и песни Владимира Высоцкого исполнял Евгений Чулков, который лично был знаком с семьёй Высоцких. Меня обвиняли в том, что я пою под Высоцкого, и меня это очень обижало, и я одно время вообще перестал выходить на сцену с песнями Владимира Высоцкого или со стихами, и думал, что на этом как бы всё и закончится. Но потом я стал взрослым, и я подумал, что это ерунда, и творчество Владимира Высоцкого, особенно стихи, меня настолько просто поразили. И можно сказать, что я, наверное, свою жизнь с определённого момента стал строить по характерам, что ли, и героев его произведений. Я очень хотел быть на них похожим. Зрители, выходя из зала, благодарили исполнителей за концерт. Признаются, испытали бурю эмоций. Я сегодня вот за такой короткий промежуток концертный, было столько много информации сказано о жизни и творчестве нашей выдающейся актрисы в Нижнем Тагиле, Изи Высоцкой. Конечно, это здорово. И всё это сопровождалось песнями нашего любимого Жени Чулкова. Поэтому браво им, конечно. Я прямо счастлива, что я побывала и своих друзей привела. И поэтому я рада, что такое событие не пропустила. На памятном вечере присутствовали друзья, знакомые, а также родственники из Высоцкой. Некоторые приехали ради этого концерта из другого города. Сызой Константиновой вот. Были у ней дома. Видели её стену, посвящённую Владимиру Семёновичу. Что ещё сказать? Это очень хороший человек, да, нам его очень не хватает. Изо Константина не любила журналистов даже. Но ей понравилось, что её не забывают зрители, не забывают друзья. Мне её не хватает, вот лично мне. Я не скучаю. Денис Лавров, Михаил Корозняков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Городской клуб туристов «Азимут» совместно с Центром развития туризма Нижнего Тагила в шестой раз проведёт зимний поход с фонариками «Тагильский светлячок». «Тагильский светлячок» – это городской вечерний поход с фонариками. Идея возникла не в городе Нижний Тагила, а в городе Екатеринбурге. Но там они просто гуляют с фонариками. У нас глубже проект. Мы не только гуляем, мы ещё познаём современный город, его прошлое. То есть заглядываем вместе с фонариками в прошлое, в историю нашего города и смотрим настоящее. В шестой год проходит этот поход по разным улицам Нижнего Тагила. В этом году поход с фонариками стартует 1 февраля в 6 часов вечера от автобусной остановки у досугового центра «Урал». Маршрут будет пролегать по улице Фрунзе. Всех участников ждут познавательные экскурсии, посвящённые истории города и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Горячий чай, интересные викторинные конкурсы, а также памятные призы. Такова информационная картина этого дня. Мне остаётся лишь напомнить – делайте новости вместе с нами. Звоните по телефону 4195-51 или оставляйте сообщение Тагил ТВ в социальных сетях. На этом моя часть выпуска завершена. Далее мои коллеги познакомят вас с новостями экономики и спорта. С вами была Марина Хрусталёва. До свидания. Музыкальное сердце города. Нижне-Тагильская филармония отмечает юбилей. Три оркестра, старинный орган, именитые музыканты, звёзды исполнительского искусства. Здесь каждый концерт, премьера, здесь всегда звучит настоящая музыка. С днём рождения, наша филармония! Официальный курс доллара США на завтра, 24 января, 61 рубль 95 копеек. Евро 68 рублей 68 копеек. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи американской валюты 62 рубля ровно. Единоевропейская 68 рублей 79 копеек. Реализовать доллар США можно за 61 рубль 71 копейку. Евро за 68 рублей 50 копеек. Тагильские легкоатлеты стали призёрами первенства Уральского федерального округа. Соревнования среди спортсменов до 20 и до 23 лет завершились накануне в Челябинске. В младшей возрастной группе второе место в беге на 60 метров занял Александр Маньков из спортшколы Олимпийского резерва «Спутник». Дарья Сурова – четвёртая на дистанции 400 метров. Арина Моторина, представлявшая юность, замкнула восьмёрку сильнейших. Андрей Леонтьев из Юпитера – шестой на 400-метровке. Среди спортсменов до 23 лет серебряная награда в спринте у Алексея Токарева из «Спутника». Ксения Пензина из спортивной школы «Старт» стала бронзовым призёром в беге на 3000 метров. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова